Фокус Привет, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов из сайта FocusAtMarika.ru Мы продолжаем изучать наши фокусы. В этом видео я хочу показать очередной очень простой фокус. Этот фокус хорошо подойдет для детей, хорошо подойдет для начинающих, ну и для тех, кто хочет показать какой-нибудь прикольный фокус и особо не заморачиваться с ловкостью рук и так далее. Так вот, этот фокус как раз из того самого разряда, который хорошо срабатывает в плане удивления зрителей и в исполнении он несложный. Ну что ж, давайте смотреть, как он выглядит. Что ж, друзья, для того, чтобы воспользоваться, точнее, показать этот фокус, я воспользуюсь колодой Bicycle Standard. Кому интересны эти карты, ссылку на обзор и на покупку этих карт я оставляю в описании к видео. Ну что ж, для... Хочу сразу сказать, что для того, чтобы показать этот фокус, нам понадобится два зрителя. Вот, показывать одному зрителю этот фокус не от смысла, потому что роль зрителя придется выполнять фокуснику, вот, а это не есть хорошо. Итак, у нас два зрителя. Я делю колоду на две стопочки. Одну стопку зрителю номер один. К примеру, это у нас будет зритель номер один, это зритель номер два. Каждый зритель берет любую карту, какая ему больше понравится, и запоминает ее. Никому не показывает, только он сам смотрит. То же самое, и зритель номер два. Выбирает любую карту, запоминает ее, никому не показывает. Зритель номер два, к примеру, запомнил вот эту карту и убирает в стопку к зрителю номер один. А зритель номер один, к примеру, запоминал вот эту карту и убирает ее также в стопку к зрителю номер два. Далее. Когда все проделано, я поочередно беру стопки у каждого из зрителей. беру стопку у первого зрителя. Зритель ее может потасовать так же, чтобы карта второго зрителя затерялась. Потасовал, отдает мне. И я беру у него колоду, пролистываю ее и без труда определяю, что карта второго зрителя это была вот эта. этот зритель запоминал вот эту карту. То же самое. Я беру колоду у второго зрителя. Тот ее тоже, к примеру, хорошенечко перетасовал на этот момент. Пролистываю. И без труда определяю, что карта зрителя номер два, точнее первого зрителя, была вот эта вот бубновая десяточка. Вот так вот без всяких усилий я легко определяю карты наших зрителей в чужих стопках. Что ж, если вам понравился этот простенький детский фокус, то, конечно же, ставьте лайк и комментируйте видео, чтобы выиграть приз. Да, если вы до сих пор не на моем судне, то советую прямо сейчас подписаться на канал. Для этого прямо сейчас кликните на иконку с изображением корабля и добро пожаловать на борт. Ну что же, мы теперь перейдем, посмотрим обучение этому очень-очень простому фокусу. Ну что ж, друзья, давайте научимся этому простенькому фокусу, который можно смело показывать детям, новичкам, начинающим, да даже если вы сам ребенок или новичок, то этот фокус вам хорошо подойдет. Итак, берем колоду карт. Вот. И нам необходимо разделить колоду на две стопки. То есть изначально нам надо подготовиться. Нам надо отсортировать карты. Каким образом? Смотрим. Я уже примерно разделил карты на две таких вот стопочки. Я думаю, при просмотре этих стопок никаких подозрений особых не возникает, да? Ну, вроде карты как карты. Вроде ничего особенного. Но все-таки особенность здесь есть. И вот какая. В этой стопке я собрал карты, у которых индексы либо прямые, либо острые. То есть, например, семерка, да, прямой индекс, четверка, прямой индекс. Сюда же я добавил джокеров. Десятка, прямой индекс, да, пятерка, прямой. Король, острый индекс. Валет, тройка, десятка, пятерка и так далее. Видите? Туз, острый индекс. Король, прямой и так далее. То есть вот по такому принципу я отсортировал эти карты. Прямые, либо острые индексы. В этой же стопке я сортировал карты по индексам, которые круглые сверху, закругленные. То есть двойка, дамы, шестерка, девятка, восьмерка. Видите, все верхушки у них закругленные. Поэтому, когда карта из этой сферы попадает в карту этой сферы, ее очень просто там найти. Итак, к примеру, разделили бы эти карты. Сложили их вместе. Объясняйте зрителям смысл фокуса. То, что я сейчас дам каждому по две стопочки, вы там запомните карты и так далее. В этот момент пролистывайте просто. И доходят до того момента, где граничат вот эти круглые индексы с прямыми индексами. То есть здесь семерка уже начинается прямой, здесь восьмерка круглой. Сделим на две стопки, отдаем зрителю. Зрителям. Ну и каждый зритель может потасовать. После чего посмотреть свои карты, выбрать любую, какая ему больше понравится. К примеру, первый зритель выбирает вот эту карту. Пятерок в кресте. Ну и второй зритель, например, уберет вот эту карту, да. Шестерку черви. Этот зритель убирает в колоду к этому. А этот вот первый зритель, да, пятерку свою убирает в колоду к этому. Все. Дальше можно хоть как-то совать. Вы их все равно уже найдете. То есть первый потасовал свою колоду. Второй потасовал свою колоду. То есть теперь они отдают вам. Ваша задача. Теперь просто пролистать карты и найти, среди вот этих острых индексов, найти карту с круглым. То есть вот она, шестерка черви, сразу попадается. Мы ее достаем и нашему вот этому зрителю вручаем, говорим, вот она, ваша карта. То же самое делаем с этой стопкой. Зритель ее, к примеру, потасовал. Среди круглых индексов мы ищем прямой, да, или острый. Пролистываем. Вот он, прямой индекс, пятерка, кресть. Вот она, ваша карта. Вот таким вот простым способом, используя маркировочку такую, очень прикольненькую, мы находим зрительский карт. Фокус очень простой, хорошо для детей, для новичков подойдет. Итак, если вы до сих пор не подписаны на канал, то советую прямо сейчас подписаться, и увидимся в следующих видео. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Пока.